Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала с вами. Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сверхжизней, практики, настроя и ритуалы для исполнения даже самых невероятных желаний. Всегда помните, что все в вас, ваши мысли, ваши действия, ваш настрой создают ваше будущее и его легко контролировать, свое будущее, контролируя именно свои мысли и чувства. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю, стихия огонь, знаки зодиака, овны, львы и стрельцы. Искорки мои, взрывные мои, особенно овны. Львы более сдержанные, а стрельцы очень хитрые. Ну, это, смотрите, это именно я изучала, и теперь уже, общаясь с вами постоянно, консультации, расклады, тренировки, разные практики, которые я провожу с девочками и мальчиками, именно тет-а-тет. Я уже даже из опыта понимаю, какие люди под каким знаком зодиака. Ну, конечно же, влияет акциндент. Поэтому всегда советую смотреть ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акциндента. Он влияет и на ваш характер, и на ваше самочувствие, и на события. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбайтесь как можно чаще, по поводу и без повода. Мне иногда даже люди говорят, вот если я где-то нахожусь в компании, я могу просто сидеть и улыбаться. Они говорят, что улыбаешься? Ну, улыбаюсь, потому что счастлива, потому что вижу людей, улыбаюсь, потому что я рядом с людьми, которых я люблю. Вот, а так стараюсь улыбаться как можно чаще. Улыбаюсь солнцу, улыбаюсь дождю, улыбаюсь траве, деревьям, цветам. Есть, знаете, как можно найти повод для улыбки. Ну что, мои дорогие, начинаем мы, как всегда, с первой позиции. Первая позиция – это овны. Думаю, вы готовы. Давайте посмотрим, что же у овнов на неделе. Ну, хочу сказать, прекрасная неделя у вас, мои дорогие овны. Все будет происходить так быстро, как вы любите. Если интересуют ответы на какие-то вопросы, придут новости и придут эти ответы, очень быстро, вам не придется ждать, вы не будете дергаться. Также могу сказать, что будет для тех, кого это интересует. Девочки ждет знакомство с мужчиной. Мужчина – это старше 40 лет, очень яркий, очень, знаете, как с насыщенной жизнью. Вот то, что я вижу, что человек очень занят. Вот он очень занят и, может быть, это, смотрите, это может быть как знакомство, так и ваш партнер или ваш друг, ваш знакомый. Также это может быть кто-то из ваших родственников. Но будет встреча – это или новое знакомство, или будет долгожданная встреча с тем, с кем вы мечтали, не мечтали, а ожидали определенной встречи. В некоторых делах в ближайшую неделю не будете уверены, как поступить. И единственный совет, что я могу дать, вот именно по этой карте, поступайте так, как вам говорит ваша интуиция. Обычно, когда вы задаете себе вопрос, первое, что приходит в голову – это правильный ответ. Даже иногда кажется, что это абсурдная мысль, но если ее записать и проанализировать, в ней будет ответ на ваш вопрос. И что еще? Если в чем-то будете не уверены, не принимайте решение, не действуйте, пока не соберете больше информации, пока не увидите, что все чисто, и пока вы не почувствуете, что то, что вы делаете правильно, и это имеется в виду уверенность в себе. И касается это всех сфер жизни. Львы. Давайте посмотрим, что же в ближайшую неделю. Вы знаете, вы долго чего-то ждали, вы ждали начала чего-то очень долго, львы, терпеливо ждали. И в ближайшую неделю будет прекрасно начать то, чего вы ждали. Вы ждали начала какого-то проекта, вы ждали начала отпуска, может быть, вы ждали какой-то новой встречи для того, чтобы начать отношения, для того, чтобы начать бизнес, для того, чтобы начать работать. Прекрасная неделя для всего, для всех начинаний будет у львов. Конечно, для вас это будет не совсем спокойная неделя. Вы более основательны. Вы, конечно, вы горячий знак зодиака, но у вас больше терпения. И вот тут я вижу, что у некоторых из вас может в некоторых ситуациях лопнуть терпение, и вы уже пойдете на пролом. Смотрите, так как эта карта говорит о том, что все начинания будут прекрасными, что смотрите на ситуации легче и просто берите и делайте. Я могу сказать, что ваш пролом, вот это то, что я говорю, идти на пролом, оно принесет свои результаты, может быть, не в ближайшую неделю, но в самом ближайшем будущем. И что еще? Я знаю, что некоторые особи, почему я так сказала, я не знаю, простите, под знаком зодиака лев, я хочу сказать, что некоторые из вас, вы слишком долго выжидаете добычу. И иногда вы ее можете пропустить, вы можете пропустить шанс. Поэтому в ближайшую неделю будут открываться двери, старайтесь в них войти. По той простой причине, что эти открытые двери поведут вас вперед и наверх. к улучшению отношений, к улучшению дел в бизнесе, к именно вашему стремлению подняться по карьерной лестнице, для кого-то, для кого это интересует, для новых знакомств, чтобы построить отношения, для новых знакомств, для работы, карьеры, бизнеса, а также для выздоровления. Кстати, смотрите на жизнь легче. Об этом говорит эта карта. И в принципе для вас это довольно-таки важно не усугублять. Есть такая маленькая загвоздка у львов, что вот если овны нет, они вперед-вперед и только вперед, то вот львы, если что-то идет не так, как вы хотите, у вас есть, у некоторых есть тенденция переваривать это и усугублять. Не делайте этого. Смотрите на жизнь легче. Ну и стрельцы. Что же будет у стрельцов? Стрельцам надо быть осторожными в ближайшую неделю, чтобы не попасть под чье-то влияние и не сделать неправильное решение. Кто-то будет пытаться вам что-то доказать. Это одно из событий, которые я вижу. Будут пытаться вам что-то доказать, куда-то вас привлечь. Это вам не нужно. Об этом говорит эта карта и то, что я вижу. Плодов, таких как вы хотите, это не принесет. А ввести вас в заблуждение может. Будут, кстати, люди пытаться ввести вас в заблуждение тоже. Посмотрите на свое окружение и старайтесь не попасть в зависимость людей, которые очень яро будут что-то отстаивать. Знаете, вот есть люди с пеной уртачев, что-то пытаются доказать. Смотрите, посоветовала бы просто принять их точку зрения и пропустить ее мимо ушей. Иногда это нелегко, но для вашего благополучия это нужно. Также будьте осторожны с едой и питьей, чтобы не переедать и не переупотребить алкоголь. Есть такая тенденция на неделе, потому что, я же говорю, будут какие-то споры, будут какие-то нерешенные задачи, которые будет не совсем легко решить. И не поддавайтесь именно, когда мы нервничаем, некоторые из нас едят, а некоторые из нас пьют. Такое тоже бывает. Поэтому старайтесь следить за питанием и за употреблением алкоголя, чтобы не переусердствовать. Ну, а теперь давайте посмотрим итог. Недели и карту для всех знаков. Зодиака, стихия, огонь. Ну, могу сказать, порывистая у вас будет неделя, и я это вот рассказывала именно другими словами. Для каждого знака Зодиака это что-то свое. Будет порывистая неделя, будут приходить очень много новостей, и которые, в принципе, которые вы ждали, и они покажут вам, почему то или иное событие произошло с вами. Для львов могу сказать, что опыт из прошлого или люди из прошлого могут помочь вам легче начать что-то. Поэтому используйте. Для стрельцов вот тут, я говорю, люди, тут может быть такое, что вот это, тот, кто будет с пеной у рта что-то доказывать. Это человек, которого вы знаете, и очень хорошо знаете, но могу сказать, что по этой карте, что не совсем дружественные отношения с этим человеком, поэтому будет вам нелегко от этого, ну, избавиться от этого разговора у вас не получится, а что будет нелегко, нелегко принять и отпустить. Вот то, что я сказала, приедете, пропустить мимо ушей. Но было бы здорово это сделать. Для всех остальных знаков зодиака, ну, могу сказать, для овнов, вот тут кто-то из прошлого, человек, которого вы знаете, может быть, долгое время не видеть, а вы с ним увидитесь, и он поможет вам именно обрести уверенность. Это имеется в виду, что он вас поддержит и даст дельный совет. Прислушайтесь, но поступайте, все равно, как вам говорит ваша интуиция. Вот такая интересная неделя у стихии огонь. Сейчас посмотрим, вернее, сейчас выложим карту на исполнение желаний. Надеюсь, вы желание загадали. Вы готовы? Вас ждет процветание. Все желания, которые касаются как материальных благ, так отношений, так и здоровья, исполнятся и исполнятся самым лучшим образом. Принимайте процветание. На сегодня все. Я желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния мира. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok